Дорогие друзья, мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу. Вы помните, что в этом эпидемическом году, в эпидемическом ночной сентябре «Каликул» и «Лерия» мы будем посвящать наши встречи личностям, разным людям из разных сферок деятельности, куда нас будет интересовать человек. И сегодня мы будем слушать о претерсином «Каласе» или о конкурных метрах, прямо как мы говорим, о претерсином «Каласе». И не буду о нем говорить, рассказывать Андрею Кирилловичу в сети «Каликулогических наук», идущий научный сотрудник Ботанического института нашей академии. И я должна сказать, что помимо того, что у Андрея Кирилловича много статей написано о «Каласе», есть две книги, монографии, которые, когда читаешь эти книги, начинаешь понимать, что историю науки можно изложить совсем не с опытом изложения фактов, а читать ее можно как совершенно интереснейшую книгу. Не роман, потому что это не художественный вымесел, это жизнь, и ее изложение, она обновлена на документах, которые ответственниками является Андрея Кириллович. Но читать очень интересно. Поэтому я вам всем рекомендую потом еще обратиться к книгам Умеи Кирилловича, а сейчас предоставляю, что у меня… Мои друзья, в прошлом, это такая династная, неудовая погода пришли, просто потому что про Петра Симоновича Паласа, как его называют, Петра Семеновича Паласа, потому что он был очень конфлицирован, он был, конечно, совершенно своим человеком во всех отношениях. Вот. Людмилю предоставить позвольте, когда буду сидеть, потому что мне очень удобнее так вот общаться, если вам… если вы не выражаете, конечно. И так, Петра Семеновича Паласа, в биографии творчества. Ну, собственно говоря, наверное, если подумать о том, кто представляет и наиболее тратистую фигуру века просвещения, то, наверное, вот, так сказать, король Палас, ну, мало, кто отмечает всем идеалом. И он родился тогда, когда на вторую троту, вступил в король Тридрих II, посвященный монарх, северный флагон. И, в общем, конечно, все знали тратистово очень много – расцветы науки, культуры, и, конечно, многообещающих у монархов. Но, к сожалению, не доиски, как сказать, его устремления, он не всегда кончается ростой. Вот, кстати, у Дмитрия Тридрихова по надзорке кончилась, так сказать, с ростомом. Дмитрия Тридрихова и, можно так сказать, ростом России прежде. В это время Паласу было 18 лет. Родился он в семье военного хирурга, профессора, он преподавал медик в юридической академии в Берлине. Мама у него была из семьи фланцузских, это тупейсинец родины Бабиноты. Это многое объясняет его биографии, хотя он не был, собственно, для Берлине, он был отмечал критерии вот веры терпенности, которая была тогда как-то распространена среди ученых, образованных людей. И так, в свои молодые годы, закончив курс в медиковой университете академии, он как-то не столь был в медицине. Возможно, что ужасы войны, которые он видел, но, конечно, при его госпитали, как-то, ну, привлекали его из-за этих дела. Он закончил, как странствующий студент, он учился в местных университетах в Гае, с этого он начал первым свой, так сказать, образовательный маршрут. Потом он учился в Гейсингене, и, наконец, в Лейдене. В Лейдене это было, наконец, довольно-таки командированное учреждение. Туда не очень надо быть готов, состоятельным предметом для того, чтобы там учиться. Более-таки репортация. Репортация Паласа, которая называлась в английском, «Дель Вестис», и она была посвящена паразитическим червям. Надо сказать, что Палас, вот по своей какой-то натуре, после того, ромировал очень пограниченные какие-то темы для исследования, и увлекался ними, открывая там много нового. В частности, он довольно много описал паразитических червей. То есть, уже он, скорее, даже был, хотя бы темно-медицинское и зоологическое, но здесь уже зоологическая часть как бы начала превалировать. Следующий его труд, труд посвящен, опять-таки, царству зоофитов, то есть, это как бы, так сказать, животное растение. Тогда именно называли кораллы, ушанки, в общем, беспозвоночных животных, которые образовывали такой твердый скелет. И, собственно говоря, вот в этой работе было описано 272 вида – кораллы и полипы, битры и гузы. И, конечно, это было сделано на основе тех огромных коллекций, которыми была славна Голландия. Надо сказать, что 18-й век – это век классификации, и Карлины в то время, конечно, назывался князем, но он действительно занимал положение в ботанике из-за логии особенно исключительно. Палас с ним лично знаком никогда не был, но так как научный мир тогда был гусматистик, то, конечно, Палас Голландия не мог не знать молодого ученого, интересовался его работами, или все одобрял. И, собственно говоря, вот эта незамисимость, которая опять-таки была свойственна, и молодой Задор, который был присущ Паласу, он, так сказать, не позволял восстановиться таким добрым отношением. Хотя педагогом Паласа, который воспитал его, и ботаники, и искусственные исследования, был, в данном случае, сам ученик Лене и очень верный последователь проведения в жизнь наук и его системы. Ну, вот в этой работе, о которой сейчас идет речь, здесь, как правило, система, собственно говоря, была высказана еще одна мысль, которая получила очень большое развитие, и до сих пор это, хоть она актуальна. То есть, он, говоря о системе, он сказал, что она вставлена в виде древа, которое сразу откормлено, от простейших животных растений, дают двойной ствол. Животные и растители. Никаким образом вот это единство живого, органического мира было, так сказать, статастулировано, хотя никаких схем он не давал, и ничем, так сказать, не подтверждался. На самом деле, конечно, систематику не имеется в виде древа порфирия, который идет еще с одневековыми, но здесь, как-то, вот, действительно, как бы, начала работать именно в таком плане, вообще-то, генетической связи живого. И, собственно говоря, вот, это не случайно, потому что Баллас, он, как-то, все время подбирал скорства организма, которые постепенно выстраивались в какие-то группы. И вот этот принцип такой систематики по естественной группе, он практически провел через всю свою жизнь. Но пока он, в общем-то, почти безработный, надо сказать, потому что он занимался филеологией, он занимался совсем другими делами, он был, так сказать, дипломатом, дипломатическим работником в Гайген, который поставил Германию. Но, вместе с тем, конечно, масса животных была в описании. Именно он был, так сказать, особенно золотом. Карпские дома, бородавочки, все знаменитые американские животные, они, собственно говоря, описаны Балласом. Надо сказать, что в это время было очень трудотворным для описательных наук и для путешествующих учетов. Потому что в то время действовали Янгельберг Форстеры, Джозеф Бэнкс и Нессаланта. Они были связаны с Капитаном Кухом. И, собственно говоря, этот круг довольно-таки близко переспондент к Палласу. Все они были знакомы, все они стали при близких. Но, конечно, вот эти странствующие ученые, они все, не все, конечно, но многие из них получали какое-то монарши-покровительство. Вот, в частности, Лаперос, которые представлены на эту картину, которые просто изучают. То есть показывают карты, и Марфут отпуждается одним королем, Францем. Францем. Уильям Барт – это такой скромный исследователь, но, надо сказать, что американский. Но его достижения были очень эффективны. Он описал много птиц, и описал одно растение, семейство чайлов, которое он назвал под честь Бенджамена Франклина. Франклина. Это растение семейства чайлов, оно сейчас исчезло, практически. Оно культивируется в садах, но в природе его уже найти невозможно. То есть, здесь опять-таки здесь, может, Ренджамена Франклина, который был знаменитым исследователем электричества, который здесь встречал с Кримом, американским членом Русской Академии наук, который, тогда тоже, очевидно, Павас его, в частности, избиравший его. Кроме того, Зелен Павас пытался завязать контакты с очень яркими людьми среди голландских официанских семей для того, чтобы получить работу. он очень стремился на южный арбук. Ему казалось, что это просто невероятное разнообразие, ему очень хотелось изучать. Но это не складывалось, и, кроме того, у него произошел некоторый конфликт. В Берлине он привез жену одного, не жену, а возлюбленную одного генерала. оставаться на линии неудобный зят и он привел Петербург с этой самой таинственной девушкой, которая даже Екатерина не могла узнать, как же ее оказалось. романтический порыв, который привел в Петербург. Но это очень правильное решение к тому времени, потому что в Петербурге молодая Екатерина, молодые Орловы братья, которые в отношении Кабаскина и Гулякова, как часто рассказывают, они очень разумные люди. Владимир, работающий в университете, они были одни из основателей вольного экономического общества. И по какому-то огромному музею настоящей вселенной тоже были идеи Орлова, которые были Екатерины. здесь все было очень хорошо. И собственно директор Титутовской академии Владимир Ромов, ну как-то так сказать, по почти его половинству, они как-то очень хорошо сходились. Но у него тоже такая дилемма судьба и случая, которая обсуждалась очень широко. Как-то и в 1810-мях любил такие темы и сама идея напоминает то, что счастье не так следует здесь. Здесь действительно это отличное качество. Привок к тому, что Фалас стал доверенным лицом и с автором ее по созданию словаря всех языков. Собственно договорям выделила очень большие деньги для того, чтобы российская полоса была напечатана. Она была задумана как руководство для губернаторов и полководителей губерников, чтобы они просто знали, что их растет. поэтому в основном должны были быть деления. Еще она сама предприняла империю на три полосы. Эта средняя полоса, о которой мы сейчас говорим, она в общем-то вследствие этого императорского подразделения. так говорим. И их связывалась с флорой вообще просто. И в частности описанием изображения российского произрастения. Это была действительно великолепная сила, которая тоже имела свои права потому, что халас был вполне на уровне современной науки. Вот например флора австрианта Николала Сажакена. Вот Сажакен изображен на этой теории Бенциана. А вот флора русской добыцины бенциана, но уже русской бенциана. и портрет Николасов такой гравированный печат, напоминающий то, что мы сейчас только что увидели. То есть, в общем, не параллельно изучение флора. Всем известный гравированный флор, это тоже флор, царское село. Конечно, тоже должно представляться не только сибирские мраморы, как мы их знаем по известной мостике, но и сибирское растение тоже. Сибирь поинтересовала всех. И вот, собственно, здесь мы видим как раз тот момент, когда пересаживаются деревья, причем компания «Темерон», «Груш», «Садовник». Это были довольно близкие друзья, которые собирались, часто иначе обсуждали какие-то, так сказать, возможности расселения и автоматизации растений, и действовали довольно успешно. Еще в таком эмблематическом, так сказать, стиле тех изданий. Вот здесь нужна не нерба, но нерба, это, как известно, какая-то великая, она тебя любила, ты представляешь в этом образе. Вот здесь вот она окружена на столице, и они все изучают растения, определяют эти растения и тузнования. И что же держит руки в нерба? Она держит руки вот этой самой золотистой рот, который был найден из Байкалии, и к тому времени становился очень популярным. Вот пример, запишут один полаз от поля Волосика. «Черногрит, великий лаз, великий лаз, великий лаз, великий лаз, великий лаз, Лоповском уезде, великий Камчатке, Каяцкая дрова, по-кайбальски, о том, почему исчезнувшую язык, Кайбалов, который оставил словами, о записках Паласа. В кайбальске кашкара, по-татаске нанесе шеи, то есть чай, по-татаске ногачи. И собственно дальше написано по экологии этого растения. На высочайшем безвестно, как Талфийский Бритак, сибирские и Дорожские воды, то есть Лену и Байкал, а там муроотделяющие, видали его господин Соколов, от его студентов. То есть господин Лаксман, господин Георгий, видал его часто по высоким горам около Байкала, начиная от Газина, тот самый верхний от горы, где растет также он меж снегов и над снегами, а также в полуозерах Фрейлихи все горы на северообращенные. То есть здесь мы видим в данном описании огромное количество названий, которые он мог собрать, он собирал, и это очень важно. Вообще после каждого года. Кроме того, конечно, вот этот вот довольно точный экологический портрет. Это растение тоже составлен. Дальше он описывает применение этого растения. Они довольно смешные иногда бывают. Например, но иногда и серьезные. Икберин, старико прославили его в горе. Первый говорит, промышленники зудопопы, болезни обитающие повторенно принимают за свои работы в первые дни весьма скоро устают, а без приставленного на крутизный пор восхождения так утовляется, что от порядок в общество жестокие боли. Всей болезнью стал следствием в состоянии взварных жесток всего кустарника, которые бьют одни-два либо три святки. Вот сегодня связь, пять полный, будто пьяный, в истории делаются неспособничные интенсивные очищающие трудовые работы. Надо сказать, что лечение суставов очень помогло художнику Кната, который делал рисунки для флоры Росиса. Он принимал отвар этого рода и таким образом излечился, ну, здесь, конечно, я хочу заточиться в отношениях с операцией, потому что они были сложные, потому что когда они не встали, Апалас, ну, фактически в Крыму от благотнания, потому что у меня есть своя версия, если хотите, потом я вам скажу, но уже, наверное, в дне основного времени. так вот, Катарина Исуглинис, это не то, что он раньше нашел, он написал, как вот такой зумнебаре, он написал, тогда продолжительные места. Здесь он написал описание этого растения, что это растение, обитающее за обувь на Алтайских горах, что оно посвящено памяти, манам, то есть душе покойной городрицы, которая всегда интересовала ботаникой и свои насыки посвящала именно растению, но, как сказать, это растение не посвящено. Но, к сожалению, Катарина не могла быть далеко, потому что уже по правительству такого Павласа не был. То есть он уже не мог издавать свои сочинения, это очень запаздывало, и практически макропольный Невалик уже не Павласа писал. И поэтому название Катарины уже, так сказать, оно не может быть произведено. И, наконец, вот витрина, как я обещал собрание минералов и монтажника Экатерины надо сказать, что были выписи этой коллекции. Павлас принимал очень удивительное участие в ее формировании. И вот этот стиль, который великолепно показывает, так сказать, эпоху Экатерины. Мы увидели на выставке витрин, которые было на этаже 10-10 лет назад и витрины эти хранятся в городном институте. Но они сохранились, они подлинные, они преодоставленные, они показаны во всей своей красе. витрины и витрины 19-12 витрины современные. И он писал, что нет естественных народов, которые не привозят нового пути. Действительно, поражает, конечно, его праперку универсализма, даже до того времени поразительный, потому что фактически это языкознание он развивал. И конечно, это далеко не был интеллектуалом кабинетным. Это начинал он неожиданно, он был человек неопыновенного острого зрения. То есть перед вами два ляза ляз голый и ляз гладкий. Последний описал этот палас. Его никто не не различал. Хотя это массовое растение в ведроне практически. Одно по-разному использовалось, но Палас описал его первым. вот здесь его очень точно обозначил. И еще важный момент. В самых студенных странах растет не более чего, ровно как и во всей Сибири, где его не видно. То есть предположение, что Урал является границей, развеяющей его Азию, он постоянно имел в виду, потому что ему хотелось это тоже доказать. Но чуть попозже об этом я скажу подробнее. А вот его путешествие по Жиглевским горам, надо сказать, что там было поместье имени, большими разделами имени Орловов. И директор Владимир Орловов пригласил туда сразу трех академик для описания Лепетин или по-моему там был Гёрт. Ой нет, не Гёрт я это был, Гёрт, наверное. Банк, простите. И вот здесь имение так сказать советы трех академик помогли Орловам настолько хорошо поставить свое хозяйство, то есть до сих пор еще крови какие-то следы того землеустройства, которое тогда было как-то запланировано. Тоже Кулёвский город, Молодецкий Кунган, Павлас отмечал Атропаксис. Надо сказать, что стартного подорожника, которого здесь отбызья и мяча, но он растет при его совершенстве, как его название публичное. То есть он уже размечал два вида очень плохо размечаемые на взгляд. А Павлас отмечал очень хорошо и кроме того на самом деле очень трудно и практически один из них все-таки еще сохранился. И у нас не так давно. Но это была некоторая даже террористическая сенсация. Кроме того Павлас иногда описывал вид он нашел тамто и тамто и долгое время не находил совсем. И потом прошло какое-то время вид находился. Вот у нас придумки команды на Южном Урале. После Павласа ее первый нашел Ильич Липшинс в 1929 году. До этого считалось растение не исчезло. Давай растение на первых тапах представьте себе что на север выходит о людях никто не мог найти это растение до тех пор показано что Николай Николаевич 14-1550 годов. То есть просто продолжаешь тем той остроте глаза, который мог получать растение. здесь так говорим действия та которая на афишах сделала одни тоже можно сказать очень интересные вещи это уже довольно поздно здесь уже художник дейсля художник дейсля был просто очень человеком потому что он великолепный график делал рисунки одним розчерком очень выразительные и в общем конечно Палас действительно шел себе соавтор потому что он всегда считал что все элонографии они инвестированы великолепным образом вот здесь Палас мы видели его на горе большой бандо 150 метров на горном море это высушающаяся такая страница таких страцветов слоистых спектр Барабардинского участка заповедника Палас был на этой горе примерно 4 раза известный может даже и больше здесь он нашел одно растение которое называется сейчас Каверспания сунцепеноза но она была первым кальмином 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 о котором я упомянул во время его прошлого путешествия нашел также телоизвестково в мероприи только в местных местах на самом деле это крайний подпост среднеазиатского растения который показывает как страниц среднеазиатских растений не только растений которые попали в окружении прикаспийской видимости вот видимо это самое растение как раз держит руки вот здесь полном обычае кальмином и по описанию вполне похоже на гипсовые сталы которые до сих пор есть там уже нашел пестерологи кончика надо сказать что на люсин примут не видит масштаб этого животного которое ведет ночной обру жизни скрываясь под пустой пластинами щека до сих пор живет ну это полос паласа который сейчас тоже живет на Бордо и я видел их в общем так то есть хотя он изменчивости становится все более более редким ну и конечно много великопитающих из которых он очень любим разумнов от сусликов так сказать все вот его любимый объект и вот Барас пишет уже во время второго путешествия которое приняло собственно счет это как раз было именно то совет путешествий который давал Этиена когда человек был неугоден по учителем его Александра Константина тем не менее вот несмотря на его отдачу вот вот эти 73 годы блок просил что это было отсутствие реабилитации какие-то масонские подозрения может быть это были какие-то индивиденты Воронцова которые не видели палац кто-то заинтересован в том чтобы его убрать потому что слишком много не было а знал он многое объявилось это путешественник который начинал у Кока а потом изучал Сибирь и кроме того он сказал что члены российской компании очень относятся к местным населениям и этот парк тоже сыграл свою роль из Петербурга и палац поднялся это как была его такая точка и в жизни и в преследовании поднялся еще раз и последний раз всю жизнь на эту странную выдающуюся скалистую гору и богатство как разводившей соль которая содержит в себе создающие безнагония вот это самая озера рядом с второй портрет вот и мысли которые возникли по поводу этих засоленных пространств это была идея о трансгерсии Каспии то есть он написал это как древнее море Каспийское обозначило берега и хоть он мало делал значений на карте но в данном случае он сделал карту в которой были нанесены контуры от этого огромного бассейна и собственно говоря то что мы называем компрессией Каспией который соединяли и Каспийский и Черноморский бассейн в общем-то еще не так давно а Палас считал что то что видят это буквально служившие воды причем доказывал это очень точными биогеографическими методами практически он указывал Моргуст который здесь и там и выстраивал очень устроенную гипотезу на основании многих многих бакторов то есть здесь Палас был неправда впереди современного биологической мысли этот историзм он здесь появился очень ярко пламинка тоже Палас был экзотический алчичевиц который у нас каждый раз вы слышите видела это тоже Палас и построить его достижение вот именно тонкого наблюдателя Я хотел остановиться буквально на 10 днях для того чтобы показать только как много уплата в Палас военном наблюдении вот начало изучения я вам показал веку из Челябинска из Челябинска из Челябинска крепости вот там мышь по Табулу в реке извериноголовская крепость сожжение для Табул и поскольку дальше моих лицевых друзья потому что были кочевники он вернул и опять на север вот 10 дней ранней весны которая была посвящена растению надо сказать что это было уже не первое путешествие пола уже опыта и вот то что он пишет пострел золотоватый весь день была на новом весенении в растущих во всё-таки пострел теперь пострел теперь называется по-другому не видно иначе как только бледно-желтый или лесоватый цвет очень редко бледно-красный а синих никогда хотя они обыкновенно потянули урала и волка по большей части этого цвета бывают то есть здесь он порог как рубеж то есть до урала европейской части расстрел после урала жёлтые жёлтые прострелы которые действительно дался составлять тогда аспект надо сказать что теперь таких степей в Кургавской области нет растения там есть но уже таких аспектов видеть нельзя как приедет палат стеклянерский дефолт рот малых веров псовных мишей с чёрной на плитеполосой и очень долгим пластом в Кургавской и самую малейшую стужу залившую в малой земле расчинами и до сих пор под коньями даются опять теклоход надо сказать что сейчас зоология действительно продвинулась измечение моего шоста это очень редкое животное которое действительно гигантсклюет нервную жизнь и вот так написать совсем немного это я просто не могу это объяснить наконец стерх знаменитый найдет именно так надо сказать что сейчас стерх очень редкий живет в городе Север где там гнездился надо сказать что стерх тогда гнездился леса степи и он обмен его отношения до журавли два яйца оставлялись в гнезде было и они в непровозных заросах находились Павас это все исследовал описывал журавля как это полосы вот и все опять-таки это очень очень здоровый кислов надо сказать что он не только об этом занимался у него еще были всякие дела у хозяйственного описания местности он очень болеет и люди сопровождавшие небольшой отряд потерял прочучельника в это время фактически вот эти вот мало того что разбыли и Кубачев попал но вот эти вот просто тяжелые полевые преследования они были очень непростые опять-таки Павас был Байсаров он нашел ее дороги он стремился на восток ему казалось что второй это действительно огромное разнообразие живого вот одной из таких это вторая из этих познатов главного Байсаров она довольно она живет на Дальнем Востоке а потом в Испании вот такой разрыв надо сказать что этот разрыв это тоже я бы сказал эти измерения вот так сказать продвинутых наук осмысление вот этих вот разрывов ареала это уже собственно говоря география которая по вас как-то предвидится он описал очень-то ясно распространение растениях на местах он написал шесть дни и разделения которые он наблюдал на время своего путешествия распространения растений на местах идет до Дальнего Востока до Европейской части вот он такие группы наметил то есть это уже началась именно с Баласа а потом она продолжалась уже трудами берлинских учеток я сказал это было как был Пильденов но это было позднее Сидина потом это был собственно Дольфенгер и вот эта вот великолепная ботаническая география которая родилась в Берлине в общем-то на нашу науку она влияла очень в вашей степени я думаю что ну есть основания считают что была была в основе именно эти попытки географические они нашли еще один факт тоже поразит никогда это благодаря своим замечательным студентам у него было двое Василий Зуев и Никита Соколов Василий Зуев нашел на северном полярном Урале а Соколов нашел на горе Бондон на южной Сибири на границе с Давы вот и собственно вот этот большой разрыв ну очевидно Паласов его как можно сказать отметил но особенно не высказывался хотя этот факт был отмечен надо сказать что Паласов был в основе каких-то поразительных начал науки каких-либо отрасли скажем вот этого Паласов железа это Палас нашел метеорит который тело небесного происхождения не привято было говорить это считалось как вечный двигатель ко мне снега не падали но ехал к планету посмотрел на метеорит и собственно началось начало метеоритики чего еще интересен конечно Паласов путешествие 7-летней было необычновенно трудотворным счастье он закончился хорошо для него но лунгер-босса хотя весь сегодня свои очень старые довольно сильно больные но обычно считают что экспедиция это было но сеть показывает что была очень строгая система которая была продумана хорошо организована и понесла такие результаты что один историк сказал что фактически настоящее заевание рейкземистского царства и его достижения рейкземистского экспедиции ну вот и опять значит палац описал мало годов описал не знаю как все это значит благотворное совсем другое это в общем конечно это но благодаря параллельное он назвал его в не видно как начало врача московского который ему доказал его ответственность командовать в Москве но тем не менее это именно существует несмотря на все скептические высказывания ну собственно крестный период я считаю это самым благотворным палац хотя я думаю что не все с этим согласаться но тем не менее это было фактически время создания моноградии то что палац вел очень деятельную жизнь он собственно человек хаосковского он прокладывал дороги он организовал судаке училище так сказать винодения и виноградовства он пересадил кремлозы французские он выписывал специально людей которые делали вот этот виноград собственно вот это вот я сказал что его мать была единоткой а единоты они в Капской области в южной арке куда он стремился они собственно выращивали там это виноград и занимались финаделием они потом назывались горами вот эти вот надели отход южной арке это конечно как-то естественно идея которая распространялась и поискова у нас конечно сохранилось очень много того что палац видел и кто что он изобразил в частности вот это вот изображение велической церкви маленькой июня июня есть у него фактически отограды точно линия как его путешествия и как всегда палац первый год был посвящен югу европейской части а вот он уже устал после второго путешествия его было фактически в рубежу шестидесятилетия но тем не менее как всегда полевые исследования полностью его захватывало он пишет про кизила ассиситов отземарта когда как другие годы он в начале проявил а не доли точки вот как раз такой золотой дырю который мы видим ранее но здесь я хотелось показать вот еще одно изображение как раз гейсля художник который его помню привез с собой он все путешествия сопровождал и он придет такие панорамы рисовать это красивая панорамная картина прелестный вид долины из деревни червина подлежавшей кайнин из самых красивых мест крыла старая башня самая турецкая башня которая тоже как бы так сказать вписывалась в двор гавриц а гавриц вообще-то был студентом когда-то поселил в это под миром он был очень талантливым человеком он использовал в качестве особого особого отряда он посылал пирсию потом гавриц участвовал в экспедиции он был работой властахами он сделал чудесные хронические формии лекарственные растения выращивал еще раз участвовал в экспедиции графом воиновича которая была на космическом не очень удачной экспедиции гавриц он опять показал великолепно впоследствии гавриц стал лицей лекардатора Крыма и палац пользовался его достепенность то есть вот этот дом который был в этой башне там были старинные средневековые и даже античные барельеты они были выложены вдоль стен и собственно это был дергающий человек и палацу очень везло и конечно в данном случае мухаридовского путешествия такой как палац пуль дома палац вот здесь поскольку сегодня такой мрачный серый день вот красивая жаркая долина холоса палац по-моему стационар и вот то богатейшее создание которое расположено от деревни от этого имени производящее самое крепкое вино во всем краю начинается след за деревней между райами так лук-сырт и подсутка края виноградниками натянется до моря вот это как раз не задолжение этой самой долины сейчас солнечная долина знаменитая надельческое такое предприятие все это остается и вот он пишет еще что благописан всего этого гряду пластично такими длинными красивыми праздниками и вот он пишет о том что последние цепи потом был палат который выходит на море с такими обувистыми скалами а дальше еще виден мыс это уже там за кафой это мыс ди отломаш значит жертые приказы и таким он замыкает эту самую панораму из того что вот эти панорамы можно любоваться стоя на репуте очень долго и теперь дома пала они так иначе не сохранились вот дом пала Симферополя это было одно из основных мест где пала место пребывания но оно почти сейчас не сохранилось небольшой такой сложенный из мест камни большие толстые стены обычно двойные для турина набивался всякие щебели какая-то там загляда хорошая она хорошо защищала жары и земель очень хорошо жить иначе собственно это одно из всяких мест такое иконструкция вот любимое поместье имение паласа жюри подарила эти тысячи на обзаведение вот сейчас оно в таком виде слитерновка каменные стены вот это все что сохранилось сейчас там местные мусульманы собираются от этой лечить но надо сказать что несколько ну два года назад мы там побывали и получалось очень удачно потому что на нас как-то сразу буквально с нами встретилась дама которая оказалась местным депутатом и которая как-то приняла это убийство в сердце она сама может быть в первую очередь шла выиграть она как-то очень быстро поняла что надо как-то сделать и поскольку они они строились я посылал очень много изображений и очень собственно состоялось вот надо сказать что здесь плотан халатса он растет очень хорошо в существе терновка и как видите есть очень хороший такой стенд который этот плотан как-то объясняет его значимость и в общем-то на основе вот этой памяти которая поддерживается довольно легко устроилась какие-то перспективы работы ну музея либо школьного либо какого-то местного гривенского вот этот вид вот этой самой любимой паласы который здесь тоже показывает вот это то что палас очень любит больше всего вот сюда вот черный стенд это очень трогательная надпись которая пропадала некоторое время она металлическая она очень надежно укреплена там живут люди просто люди очень интересные они жена историк она купит в школе а муж смотритель меганом они понимают его значимость этого дома будут пристроены они хорошо когда делали ремонт понял как они строят и мы рассказывали то, что все эти интересные истории что якобы не удалось какая-то черная цель ну это может к этому параду относиться и вот наконец еще одно которое мне кажется очень интересно потому что обычно все поймели знают эти дома и они как-то отмечены чем-то учителя вот это вот вот фалас который в конце его прескал забывания он был очень одинок потому что его жена украина она значительно была положена она была очень светская она не очень интересовалась в облачных занятиях она вела отдельно жизнь ну там между цивилизацией, а Паллас вот нашел себе пристанище, и вот в этом самом Калбука-Ара, это было такое, ну, как-то доходное у него, там чернозем, вот, или довольно большое, но, я не знаю, насколько он там, как сказать, занимался сельским хозяйством, но наукой, видимо, он там занимался, вот он, зато единственный самый главный, который был Паллас, мы нашли его как-то, ну, случайно может быть, вот, он сейчас нежилой, вот, на дворе он находится такой большой бассейн, вот, как будто обход на лошади, это, в общем-то, не очень многое сооружение, вот, как всегда, да, и вот, что еще, конечно, особенно как-то нас поразило, это вот то, что здесь росла определяемая, это такой, так называемый, граторский скидка. Почтение тела я растил, когда я заполняю, сейчас здесь сад, вот, и, возможно, здесь доставка сада Паллас. Вот этот вот, совершенно задолженный сейчас дом, он на краю Диньян, улицом на кладбище, ну, не знаю, было ли тогда кладбище, вот, но, какой-то, вот, какой-то, вот, двух сторон костей, какой-то, вот, такой, что-то Паллас, что, в общем-то, на этом месте есть. Последнее письмо его написано в Палласе по Сельдину, который, наукой, я помню, когда-то написано в паблице на Корму Карат, и писал так, что он уже уезжает на Крыму, в Берлин. Так вот, много растений было отписано из судака. Конкретно, потому что судака был просто такой, очень злобное место, из арома Тараллика, Мадонского Тараллика. И, почему, вот, из матерой братиши, это тоже замечательное растение, из-за их разработки мгновенно, и рисунок Дейси, который хранится во всеми, которые очень-то, ну, как-то, пленкуются, ну, вот, целиком-то не от пленком, а вот, по качеству работ Дейсера, вот, можно судить, об этом растении. Это, конечно, не удастся, но это пленкется, тоже Паллас описал ее недалеко от Одессы, это, значит, вот этот шершавый, такой вот, лист бумаги, вот это блестящее владение акварели, вот, вот, почувствовать здесь много. В частности, это действие было привлекательное проявление здесь. Вот, дальше Паллас занимался моим любимым годом, который я занимаюсь, это Астраган. Здесь мы видим эволюцию, рисунки, вот Брусбаума, Гемелина, хор Сибири, где, наконец, мы видим Семен Павловский, вот этот Павловский Павликадус, который мы покажем, вот, в разных, вот, фазах развития, но мы, конечно, полуменные, самые красивые, конечно. Вот несколько строгалов, которые, вот, вы видите, просто живые и на картинке. Конечно, вот, это такой документ, который, действительно, ну, так сказать, трудно его реализовать, потому что мы постоянно обращаемся к Павловским рисунком, к Павловским гагбардному образцам, который, надо сказать, довольно много, потому что Павловский мировой большие и большие их серии. Ну, это тоже Крюрские вели, Павловский, Астрагал, Астрагал, Павловский описал его, как эпизоды Сталлипус, а потом, уже в 20-м веке год, приступил, что он как осознанный египет, остальная суть эпизоды. Но, надо сказать, что вот эта вот любовь к географическим каким-то, так сказать, Павловский свойств для этого очень наследовала из лучших проявлений в русской науках. Вот этот вот Астрагал, тоже описан из Судака, он хранится в Академии наук в виде гербарного листа, и очень, конечно, точнее того, уважен, потому что все это вошло вот в этот самый нагрет, в этот Астрагал. Вот, а дальше, значит, вот это все, за что ботамик стоит на Павловском века. Приехал в Крым метод Эдвард Даниил Флаг, путешествует в Россию, он звал к тому летом, после чего Павловский, значит, с ним вместе отослался у гербарий Бондон. Фактически, это. Считать, что весь. Но, на самом деле, кажется, это не весь, и здесь очень много у нас осталось просто искать как следует, и это все на улице. Вот, но, большая, конечно же, коррекция попала в Лондон, но, в общем, там ее занимались очень хорошо. То есть вот со знак Павлаза, которая растет в южном берегу Крыма, а раньше росла еще шире, в гербе Крым, она вот описана благодаря сосна Лендер. Вот этот портрет для самого Лендер, с листом, с какой-то сосна, все это не пропало, не описывается. И вот с коллекциями, мы работаем в Бондонском музее, и фактически, когда сейчас можно делать такие удобные компьютерные изображения, фактически создать такой визуальный гербарий Павлаз, и, конечно, кроме того, конечно, Германия очень богата видна Павлаза, потому что Павлаз постоянно общался с Берлином, связь у них прерывалась, и многие вещи были описаны, благодаря вот этому Шрейгеру, он был, можно сказать, председателем, или как, президент Леопардина, знаменитой академии Павлаза, тоже был сегодня Леопардином, и дорогие большие коллекции получал Шрейгер, остальные в Павлазе, и после чести дали в Павлазе, где-то высыхали. И, наконец, Крымский период кончился с тем, что Павлаза открыл фокус магии, то есть это было разобрать на Росхозяйство, описание всех животных, которые он встречал на своем путешествии, и итоговые труды его, как зоолога. Зоолография «Росоазиатика» была готова как текст. Многие сутки были закончены. Гейстер, вы видите, «Катаманула», описывал опять-таки Павлазов, вот, и исчезли на Павлазской войне. Гейстер уехал в Леопардинске, где-то можно играть с самой таблицей. У вас была сложная переговорка между академией, Гейстером, но сверху издревалась, конечно, война. и вообще, так сказать, и под властью, так сказать, Наполеона, не слаб, как я бы сказал. И действовал очень медленно, что-то им пришлось продавать. и Павлазов просто пришел в отчаянию. И вот он, так сказать, вместе с дочерью, Альбертиной, и с внуковым Володинкой, они, его строились. Отправили в Перминку. И попали туда, как раз, в общем, так сказать, в момент окупации наполеоновских универска. Вот. И вот, у тех, кто видел под Павлаз, это, так было, конечно, печерное зрелище, жестче сигнал, ослабевший ученый, но тем не менее, они, конечно, приходили, мы, так сказать, не знаем его статус и знания. В частности, Ледебор, ведущий автор Флора Россика, навестил его в Пермине и оставил на прописание. Но Павлаз увидел напечатки своего Флора Россия, например, разобрали Флор с Азиатика, а на три сутки еще не были 40 летом в Львове. Так вот, все очень задержало Абекасо, впоследствии с этим занимался Академией Карл Бера. Но все-таки закончили. И, наконец, могил Павлаз на кладбище революционных пунктов Берлин. Он был в Берлине. На памятнике, который поставили в течение XIX века для Академии Берлинская Русская написано, что Павлаз Берлинец, который много путешествовал по созданию одной страны, и написал сзади по созданию юбилеи. Вот Павлаз не забыл, поскольку был юбилей. Вот этот Павлаз есть такой замечательный памятник. Он из металла какого-то какого сделан. И там был совершенно замечательный ракетик, который назывался Дни Павлаз Павлаз как ЗАО очень много занимается. Павлаз и возможно, что он родил русское издание путешествия с скаментарием, что очень важно. Здесь он сейчас работает. и собственно это прекрасно он не находится. Вот Павлаз этот памятник находится в музее. Обычно когда ты стоишь около этого памятника, я не скажу Павлаз кто-нибудь тебе подойдет и скажет, он сказал, что здесь мы живем. Действительно это же Астраханская область очень такая тяжелая пустырь практически там и тем не менее его данные как-то будут почитать. Надо сказать, что раньше Украинка стояла на очень низком он прям взрослый вокзал. Многие его видят, там стоит то есть он на 5, и тем не менее теперь уйти может он совсем низко. именно к этим дням подняли вот 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 это что наверное несколько изменило замысел скульпта который делал именно так Насколько что не помню памятника и человек с лошадью сейчас так часто вот это пустыня те виды которые палац описал это арена спарта и вот такие барханы и вот эти самые замечательные животные растения которые становятся злые боговские одна из загадок что палац действительно проживался в Азии настоящую с туранскими видами но как-то вот здесь этого не открыли но тем не менее конечно то что он сделал для науки для развития намного много лет вперед конечно это очень важно большое спасибо если будут вопросы то вернемся с удовольствием отвечу скажите пожалуйста можно ли представить и предположить что у человека были рожденность особенности такой флаг на уровне или все-таки это процент для того времени потому что очень много было ученых которые были очень можно сказать разносланными ваше личное мнение как человек который увлекает и занимается очень интересный вопрос я тоже об этом могу думать даже если сравнивать члены этой позиции то и здесь очень неравная сила то есть я вот чуть-чуть как систематик но не по всех а вот целый год он не самый талант даже в описании присутствует какой-то замыльный глаз мог бы его не видеть мог бы он просто разный дам и он постоянно прочеркнул ошибки которые ему было много по тем менее конечно это было очень все равно как бы это не видно конечно те кто работал в экспедиции да это были оброжденные конечно качества но они распихались потому что конечно если Демейси тренировал познание колоссального количества объема растили он буквально занимался этим психологом то есть он считал сколько он знает до какого-то длинного порога он забывал что-то такое и он это даже мог как Павел анализировал свои возможности и также это не имеет я думаю что просто такая очень скрупулезная наука которая много занималась таким ну памятью может даже не столько наук потому что это были такие вещи которые отрабатывались на учебных курсах отрабатывались потому что экскурсии были важные наблюдения было заниматься потому что в Бергенской академии раннее утро было посвящено в бетоническом экскурсии потому что сильно обмечали виды всяких тонкостей форм подъезда и воспитанная природа полосатая но концентрированность внимания которое я пытался показать сколько было сделано через небольшое время это конечно и везение и навык и глаз это как его назвали он геолог или бонтаника скопиолог геолог он очень хорошее название для него такой странствующий проект действительно его огромное внимание просто вот ландшафт и как географ и такой очень тонкий исследователь здесь тут позитивность и другая ну мы набираемся как вы изучаете географию достаточным человеком видимо он приезжал других своих коллег из-за того что скорость мышления внимания когда человек видит это растение улавливает радость у него такие ситуации когда он не в силу своего характера а из-за того что он напряжает людей может на то что самое обычное отношение в каком-то дискуссивном отряде этот точек найдет чтобы кто-то нашел студента и скажем это чисто полевые такие дела которые просто это обычное дело большое спасибо и второй конкретный вопрос соответственно художников выбор напы дейсера в качестве помощников это было выбором самого палата здесь сказались опыт почтения или это было назначение и в какой степени он был связан с тем другим художником вот этот педок свечения это было во время экспедиции нет не ездил в экспедиции работал здесь то есть его доставали все материалы и написали уже на петербурге он же действительно был не сильно болен он не мог выездить а вот другие художники ездили с ним в поле но он сказал что он одного художника сейчас я поймусь как-то неправильно сказать но одного художника буквально вел это было еще до его путешествия он сразу на него обратил внимание и как-то интересовался его продвижением он хотел его взять с собой что-то там у них не получилось другие художники они не были видимо давно не путешествовали рисунки там не очень хороши видимо они как-то делались много художников какого-то местного это просто гейстер а? не так вот гейстер и вообще вот гейстер мог рисовать растения выращенные то есть не с гербария что-то такое конечно что-то гербария именно в саду росло много растений которые рисовал непосредственно с натуры вот это очень важный момент который сильно продлинул изобразительную ботаническую иллюстрацию скажем так замечательно а рисовал ты фалах сам в какой-то свитании видимо в какой-то степени он должен был рисовать знания о юго-греческой церкви в том которое появилось в книге как упомянули я правильно поняла что это был рисунок самого фалах? это все действие это все действие еще значит он не так распроизводится они в книге есть отдельный лист иллюстрации таких в больших форматах они переставались еще отдельно а вот эти ветерки путешествия они они тоже вот это все путешествие не печатно было уже меня за какие-то какие-то недели до заходили и в общем спасибо большое спасибо спасибо господин господин спасибо господин с вами ваше предложение то что все так честно вам точно не я не да я просто делал потому он все-таки не молодой человек это раз во-вторых королина явно коррекция воспринимала только как клаймирование денег то есть она потом продавала вот а также больших генералов очень дорогие все такое и а вокруг кто был вокруг этой королины христиан настояли потом впоследствии прикладали потом там ранцов поселились очень прежние королины ранцов были очень ну вот тот самый патриархов из него он был человеком поскольку баскетром в Англии с большим интересом натуральной истории то есть возможно что-то туда попало что-то в общем королицы распылились и в общем палас здесь был наверное правильно сделан что в общем-то в первую часть он передал потому что то что стройнулся в Кургитанский музей то стройнулся прекрасно наше время они рассылали теперь я начал сниматься палас потому что я понял что я был готов потому что не могу не почитать не понять что а когда я впервые сюда стал составлять список нашей паласа и вот с этого начался интерес чисто практический такой потому что наша работа такая что мы должны быть не просто читать одно дело когда палас пишет паласевский комплекс и ласевский технику а тогда читать очень трудно и палас действительно делал самое высокое они делались очень такие как бы очень технические вот вот имя как раз и делал такие какие-то нагрузки вот от художника ну какая-нибудь чаша скачеродис и показывал что надо именно именно точно детали важны это художник дальше опять в большом контакте все это делалось очень тесно единственное даже было этим экономом и наверняка все плохо развилось потому что он пристрастился к нему и то что потом уже в развитии я хотел может быть я как раз отвечу на ваш вопрос дело в том что как вы помните период посвящения англомания которая в России была она совпала как раз с работами экспедициями палаца английские мастера которые работали здесь они имели такую коммерческую ассоциацию в Петербурге а только здесь документы письма сохранились не готов процитировать своими словами говорю писали о том что те их коллеги которые оставались в Англии все время требовали от них каких-то материалов из России в том числе семья даже черенков и корней и Джеймс Меда который оставил письма о пребывании в Петербурге писал что видимо они думают что Сибирь находится так же близко как там окрестности Лондона и мнение Герцога Берленского что это можно доставить так скоро как они хотят но я обещаю что когда палац вернется я спрошу мандератрицевы можно ли будет отправить вам какие-то растения это действительно было очень коммерческо выгодное предприятие потому что из Англии привозили гравюры исследование английских садов или ландшафтах здесь их очень успешно продавали отсюда поставляли растения и семенной материалы видимо какие-то иногда гибло просто при поступлении из Сибири живых я не знаю что это было корни или какие-то черенки и было нечего уже в Англии и потом то что делали в Англии в это время уже были питомники в эту ассоциацию входило всеми следствиям Джейнс Бош который будучи немцем учился в Англии приехал сюда как английский садовый мастер который к удивлению мог с императрицей говорить на ее родном языке будучи английским садовым мастером императрица не знала английского языка не говорил с ним родом немецкого он писал что очень много желающих приехать сюда и тоже получить контракты в России потому что они неплохо оплачивались но мы не хотим еще иметь одну какую-то большую овцу которая разбавит наше стадо и испортит наши в Англии это все отправлялось в питомники там размножалось и в Россию потом поступало уже как английские растения поэтому это было не просто почему вам во-первых они все были оттуда они все так полагали вернутся домой хотя они тут были семьи и в общем это очень хорошо оплачивались поэтому это было просто коммерческое предприятие есть конкретные документы я думаю что баланс в это очень хорошо вписался и экономическая составляющая не знаю вольно или невольно сознательно это было или так сложились обстоятельства но по крайней мере вот это известный факт то есть россии не нужно нет ну понимаете что англомания дошла до того что привозили песок из Англии на английских садовых дорогах это такой был фетиш поэтому когда все было в Татарску отправляли туда потом она поступала оттуда это стоило гораздо дороже и можно было этим течиться что мы получили растение из Англии и Сибирь как-то в этом смысле меньше было Елена Васильевна еще вот можно добавить по поводу обмена ботаническими материалами Калдер библиотекарь Академии наук во времена Елизаветы Петровны в сорок девятом сорок восьмом сорок восьмом сорок восьмом сорок восьмом сорок восьмом году когда отправился по своим делам но заодно получил инструкцию что он должен сделать для Петербургской Академии наук и среди прочего там среди книг правил контактов контрактов с мастерами он из Англии присылал ящики с семенами да вот от господина Слоуна и так далее то есть это было налажено и в обратную сторону я не знаю насколько это коммерческо я хотел бы вот эту картинку я вернул потому что это созрели Дмиттеру это зонечное а то вот она тоже здесь но на самом деле это именно ушло в Англию и там оно выращивалось в саду одной такой дамы которая была очень сложной на этом световодстве а потом уже увидели ботаники ну это какие-то ассоциации даже вызывает с тюрканами голландскими которые завезены были из Средней Азии да были оценены в Европе и такой спектр нет в принципе когда когда извините это когда Малас и другие участники физической перспективы работали в течение на территории Российской империи они собирали и гербалии и они видели чучело животных которые они встречали и описывали и какие-то у нас сквозь камеры сохранились например два экологических костюма народов погожих которые были присланы Паласом они все отправлялись в Петербургскую академию наук мы также знаем документы которые свидетельствуют о том что люди так хорошо сделаны что они могли хорошо и сохраняться поэтому когда было научное путешествие от академии наук когда все что собиралось в том числе и интерфактные посты и рисунки они отправлялись в академию наук более того академия наук вязала путешественников быстро записывать описание путешествий отправлять их в Петербург сразу в базу для публикации и вот письм например Миллеру которые опубликованы Валерия Ивановича Николая Осипова там Палас жалуются Миллеру что он не успевает обработать тексты для того чтобы можно было их даже публиковать по рекомендации Паласа Академия наук в нем также будет около 80-80 структуетов они тоже сейчас кормятся в Каинстане есть коллекции я думаю что конечно в связи с тем что развивалась наука и разные системы были классификации в Музее метод исторический научных коллекций в Музее есть разные системы наверное в Гербаре есть на сайте и есть гербарные фразы растения назывались семена высаживались в Академии науки а потом уже Он их описывает, понимаете, что через культуру проходить, поэтому все эти атлантехнические приемы, они очень хорошо выращаются в биске. То есть вот этот опыт, он не должен был, и вот эти вот острогалов, судаки-бислов, которые писали, они были выращены там, и не только острогалы. Нет, это не то, чтобы эндемик, то есть там есть эндемик, конечно, да. Но я просто сейчас выгоднула, потому что культура ушествовала описанию века. Вот это вот, не как-то с ней было это дело, мы сейчас никогда не выращиваем, просто на лице эти писания. Пусть у нас только первой, и все. Вот тогда это была обычная процента. И вот когда был фаланс, вторая компетентская экспедиция присылали, да. Она кончалась где-то вот уже на грани веков. А мне вот что меня удивило, и мне интересно, вы упомянули, Андрей Кириллович, что вот эти экспедиции академические 68-74-го годов были замечательно организованы. И так далее. А потом, значит, вы говорите, когда о флоре Росики, да, Паласа, вы сопоставляете с флорой Австрийской, да. И не упоминайте флору Сибири, Гмелина Старшего, да. А ведь были до того, как, значит, вот академические экспедиции Екатеринского времени были, вот Великие Северные экспедиции, там, в частности, вторая Камчатская экспедиция, которая тоже дала такие замечательные результаты, как, например, флору Сибири. Вы упомянули там? Тоже очень важный момент. Просто я хочу понять преемственность. Вы считаете, что была? Очень большое было преемственность. Вседанцы все цитировались. Обязательно, в порядке. Все то, что на Купала писал, что поскольку я там писал, вот и так, я уже об этом не говорю. То есть уважение младомное. Они все возили с собой все эти труды. Как известно, мы со Смиттера тоже поехали в Сибирь. Да, один из них был утоплен. Вот. Благополучно. Так что, в общем, на самом деле, конечно, они пользуются этим великописными материалами и напечатанными. Постарались, чтобы они быстрее были полными, отлично об этом речь шла. Но это был уже совсем другой подход к изображению. Это не прослеживается. Потому что, как раз, наверное, то, что... Ну, прекрасно были художники там и так далее, но вот, к сожалению, уровень гравирования Торы в Мелино, Торы в Сибири, довольно, был не такой, просто технический, который не передавал вот этого вот особенностей растения. То есть их часто не надо было узнать. Вот если прекрасные рисунки есть, да? То есть безупречно. Вот там все прекрасно видно. Но подобное гравирование, можно сказать, уже не очень. И, кроме того, конечно, вот здесь еще тоже надо сказать, что... Даже пытался показать вот на этих самых астрадавах вот эти подпорья. Вот так, кто это может изображать. Сейчас я попробую. Три рисунка, да? Три рисунка, да? Вот первый рисунок Турцбалова. Он еще просто с натуры сделан. Там даже вот видно какой-то контур, а не гравюра, просто он эргинат. Потом дальше идет не очень хороший платворь Сибири, это четвертый дом. То есть, что это было? Четвертая домница. Ну что, короче говоря, Турцбалова, он очень не знаменитый рисунок. Очень не знаменитый. И, наконец, уже вот здесь Неровский патроник, где он выращенный. Просто он живой, как характерно видно. Уже приглядывался, смотрел, как его вышли изобразить. То есть, здесь вот, уровень какого общения гораздо было выше. То есть, поскольку вы должны короткого ботаника, он уже показывал, что надо сделать для того, чтобы показать вот именно эти особенности. Это вот действительно такой же очень удачный фонгал. В Одессе так могли бы все это сделать в Крыму. Так что, конечно, вот этот самый Турцбалик, он был, конечно, очень ужинный. Хотя, опять-таки, были всякие проблемы. И он, опять-таки, тоже то, что там, как только земельная собственность практически не регулирована, только постоянный конфликт. Да, почему он и больше судил? Потому что, когда там были конфликты с соседами. Значит, и он, вот этот сосед, он его... Надо на него вместо пота еще, так сказать, не пускать. Потому что... Ну, вот невидящий, наверное, это, собственно, протеста. И вы невидящий. Это огромное судебное дело. В общем, да. В общем, да. Наверное, в Ленингии. Но это вообще такое очень... Такой знак внимания. Потому что, сюда и присоединились, что будет пушен палатский. А. 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 Арх, А. 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 провести в следующем году международную конференцию, посвященную 250-летию физической конференции, 250 лет, и, конечно, на этой конференции речь пойдет, конечно, и о Паласе, и его вкладной экспедиции. Хотела бы еще раз сказать, посвятил Андрей Кириллович, ведь его отношение, конечно, к предшественникам прослеживается во всех его работах. Наверное, никто в стопе насылался на Домиума Бутерлиса Шмита, как Паласа. Более того, Палас, когда рекомендовал какие-то труды для написания истории, например, для французских писателей, написать по Российской империи, он тоже всегда говорил о своих предшественниках, о тех, кто, тот же Мистер Шмидт, и участник Домиума Бутерлиса Шмита, но уже они для него, по-моему, непривлекаемый авторитет. Для начинающего путешественника по Российской империи. Спасибо большое, Андрей Кириллович. Ваши децентральные вопросы, которые, по-моему, в докладах прилагались, и, пожалуйста, с тем, кто из Мистер Шмидт, называется «Где проклад граница Европы и Азии», по поводу этих степней изучения Рафа Сибирской империи. Ваши децентральные вопросы, Ваши децентральные вопросы, на этом кто-то почти ничего не делая. Большое спасибо. И следующее наше заседание будет 19 декабря, мы будем говорить, слушать об архитектах Николая Илогина, и когда 15 вечера 19 декабря будут ингредиентами Лану. А в Генгале еще скажу, что у нас тема это Уильям Гершель, и историки науки, наверное, знают Гершеля как астронома, потому что Гершель открыл планету Нептун и спутники около него, а мы будем слушать о нем как авторе 24 симфоний, что вообще почти неизвестно. Рассказывать нам будет наш данный знакомый стрипач Андрей Пинутин, а помогать ему будут в январе музыканты в совместной киеве. И вот это будет наш ульбай, и мы откроем новый киев. Ура! Спасибо вам!